Я хочу рассказать о своем прадедушке Занегине Василии Васильевича. Ученица Молоковской школы Ирина Занегина готовится к записи в импровизированной библиотечной студии. Немного волнуется. Рассказать о своем прадедушке хочется много, но уложиться нужно в одну минуту. До Великой Отечественной войны он еще воевал на Финской войне. Там он воевал три месяца, а после из-за тяжелого ранения он был госпитализирован на восемь месяцев. Также после Великой Отечественной войны он получил орден Красной Звезды. Рассказала про своего героя и Дарья Киселева. Ученица шестого класса признается, что практически ничего не знала о судьбе прадеда, кроме того, что он воевал. Мне понравилось о нем рассказывать, потому что мой дедушка, я про него почти ничего не знала. То, что война тяжелая была. Заведующая Молоковской библиотекой Елизавета Коробкина рассказала, что в акции активно принимают участие дети. Школьники с первого по одиннадцатый классы приходят практически каждый день, чтобы записать ролики про своих родных, участников Великой Отечественной войны. С 10 марта мы уже активно снимаем. Благодаря Молоковской школе у нас постоянно приходят участники. На данный момент у нас снято 26 роликов. Акция про героя стала прекрасным поводом открыть и дополнить семейные архивы. И интерес к ней среди жителей нашего округа продолжает расти. Очень хорошо, что идет такая акция. Где-то общаемся, где-то узнаем что-то новое. И вот на фоне вот этого, как бы они переписывали историю, мы узнаем ту историю, которая была на самом деле. Акция стартовала 31 января за 100 дней до 9 мая и проводится Министерством культуры Московской области в честь 75-летнего юбилея Победы. Рассказать о своем герое и записать видеопортрет можно до 31 марта. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.